Здравствуйте, всем доброе утро, спасибо за эти добрые слова. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что представили мне эту прекрасную возможность представить здесь свои данные. Это замечательная конференция, и вот о чем я буду говорить. Я представлю вам данные от проекта по секвенированию, который мы начали в 2010 году. Я, главным образом, сосредоточусь на двух крупных публикациях, которые явились результатом, плодом наших действий, так сказать. Есть, конечно, скучные слайды с цифрами и так далее, когорта секвенирования и так далее. Все это началось в 2010 году, как я сказала. Это была инициатива немецкая, бельгийская, было секвенирование геномов свыше 200 эксонов, таргетированное секвенирование, панель данных, РНК-секвенирование. 500 пациентов у нас было. Это все диагностические образцы, что означает, что все данные, которые я вам сегодня буду показывать, это из первоначальной диагностической биопсии. Вы уже все эти данные видите на момент диагноза, а даже не потом уже, со временем. На очень ранней стадии клинической их уже можно отследить. И мы добавили также другие данные. Мы добавили также данные по рецидивированию, включили еще 63 пациента в это. И вначале вот потрясающие, удивительные результаты, которые мы увидели из биомаркеров. Также раньше никто не знал, как анализировать эти панели последовательности, как делать это секвенирование. Были также другие панели, другие наборы данных из Института Бодобродина и другие разные наборы данных. И ученые этого центра говорят, когда мы смотрим на ваши данные, есть какие-то особенности, которые в других наборах данных просто не видны. Похоже, что это все не благодаря какой-то технической проблеме, но чему-то другому. Мы видим какие-то странные компоненты в хромосоме 5. Вот это светлая зона в этом регионе, вот этого гена. И мы, собственно говоря, собрали результаты. Это было опубликовано в 2015-м. Что вот этот локус был реорганизован у таких пациентов. Что означает, что вы можете более светлую часть фиш. Мы проводим фиш-анализ и берем на пробу зеленый и красный. Это по 13. Вот этого и третьего гена. Это для соседнего гена. И мы видим вот эти белые стрелочки. Если вот такой тип локуса, тут два гена сидят вместе. Но желтая стрелочка указывает на экстракопии вот этого третьего гена. Он отдельно тут сидит. Значит, если нет рядом гена, то они реорганизованы. Что означает, что тут открыт хроматин. Потому что в таком топ-локусе он обычно сам просто складывается. Он ингибируется благодаря структуре ДНК. И если убрать эту часть, то будет открытый локус хроматиновый. И вот здесь вот иногда, то есть, есть вот эти элементы, которые контрастируют эту экспрессию. Мы смотрим на комплекс таламираз. И вот что мы видели в очень большом количестве в группе пациентов высокого риска. И мы опубликовали эту первую модель. Механизмы поддержания таламираза активно в опухолях высокого риска. Не только активация таламираза, но и так альтернативное удлинение таламиров. Я к этому еще вернусь. И второй момент заключался в том, что эта активация таламираза, она значительно у пациентов. Это означает, что более агрессивный подтип к опухоли, когда так активна таламираза. И даже более того, если мы не видим поддержания таламираза, это означает, что у нас опухоль низкого риска. Мы эти механизмы наблюдаем в опухолях низкого риска. Может быть, это как-то связано с регрессией опухоли. И мы исследовали это. И у нас были эти наборы больших данных. Мы проверяли также другие мутации, сети мутации. И что мы обнаружили? Мы смотрели вот на все эти сети. И этот анализ рецидивирующей нейробластомы показывает обогащение этих мутаций, метаболические пути, активации таламираза, онкогены. Но я сказала, что я была разочарована, потому что мы, собственно говоря, хотели найти что-то совершенно новое в этом анализе. Мы вернулись к РЭС, мы смотрели на мутации РАС, также метаболические пути П53. Мы должны были просто это посмотреть. И мы проанализировали также 63 рецидивирующих образца. И мы могли подтвердить эти данные, когда смотрели на панели этих генов, метаболические пути, ген ФРАС, также обогатились здесь, так же, как обогатились метаболические пути П53. Это подтверждило наши данные, еще добавило еще метаболический путь. Но это не очень высокая степень рецидивирования, но тем не менее. Но мы на единичном рецидивировании не настолько сосредоточились. То есть 17 генов из двух метаболических путей мы таким образом выделили. И поскольку это были данные по рецидиву, мы сравнили эти данные с первоначальными данными. И вот что у нас получилось. Вы знаете эти метаболические пути. Мы увидели, что единичные гены, на них это не оказывает влияние. Но на метаболические пути это все повлияло. И я хочу сказать, что очень важно, если вы проверяете эти мутации, очень важно, чтобы вы также посмотрели вот на эти номера. Некоторые публикают данные, но надо смотреть не только на мутации. То есть вот на эти номера. Надо все это объединять, потому что эти номера меняются где-то на четверть. Иногда очень небольшие эти показатели в когорте с нейробластом. Иногда очень сложно со статистической целью. Если вы включите 25% мутаций сюда, сложно точно подсчетовать. Но затем мы подумали, что мы обнаружили, обнаружим это снова и снова. Это рецидивирующие гены. Важно, это для выживаемости пациента. Мы посмотрели на всю когорту, вот там, где мы нашли эти мутации. И вот это выглядит как группа высокого риска. Мы ее тогда убрали и стали смотреть только на группу высокого риска. Оказалось, что это не группа высокого риска. Красные мутации, здесь нет мутации. То есть есть различия между мутациями в опухоли вот этими. И теми здесь мы их не обнаружили. И у нас возникла еще одна идея. Может быть, красная кривая, это амплификация в таких пациентах. Но так тоже не было. Вот мы видим, вот здесь красным функциям также это темно-красные и светло-красные. То есть пациенты с амплификацией, пациенты без амплификации. Тут мутации в этих опухолях. Это общая выживаемость, она довольно низкая у пациентов с амплификацией. Но что даже еще больше нас удивило, мы нашли подгруппу в группе невысокого риска, у которой был исход немного хуже. И вот мы сделали этот график, чтобы определить разницу между этими пациентами, теми, которые умирают, и теми, которые не умирают вот здесь. И с этой точки зрения... Как вы видите, с этой точки зрения, здесь вот цифры очень низкие, низкие показатели. У нас только 23 пациента в этой красной кривой. Мы подумаем, что это не пациенты высокого риска. И вот мы нашли мутации в этих опухолях. Мы подумали, может, нам увеличить количество пациентов в этой когорте, для того, чтобы лучше понять, что именно там происходит, получить лучшие идеи. Вот что мы сделали. И отталкиваясь от этого анализа, мы подумали, что, может быть, еще пересмотреть анализ активности теломеров. Мы посмотрели на другие пациенты, пациенты с опухолями, с мутациями и без мутации. Мы провели анализ поддержания теломеров, что в нашем случае означает, что вначале мы работали с амплификацией, добавили еще анализ, реорганизацию генов, проверили высокую экспрессию хай-топ. И механизмы, которые не зависят от теломераза, и альтернативное удрянение теломеров. Но вот это график, которую я вам только что уже показывала. Здесь пациенты в первом триместре с этим добавили еще пациент, добавили анализ поддержания теломераза. И мы видим, что вот это решение проблемы, которая у нас вот здесь имеется, вот эта красная кривая, она разбивается на две группы. И у них у всех есть мутации одного из этих 17 генов, но синяя кривая означает нет поддержания теломеров. Красная кривая означает поддержание теломеров. Но это пациенты невысокого группы риска, но у них очень плохой исход, поэтому, наверное, мы их поместили не в ту группу риска, в какую нужно. Мы думаем, как это, это невысокий риск, но, наверное, это все равно важно для всей когорты пациентов. Я хочу вам еще показать вот эти клинические картинки, чтобы проиллюстрировать, что я имею в виду высоко активированные мутации эти пациенты, не получать никакой терапии. Тут у них стадии 2, 3, 4, и все эти опухоли показывают регрессию. И что еще более поразительно, когда мы посмотрели на 11 пациентов с аналогичными мутациями РК, но они не в группе высокого риска, мы подумали, что вот с левой стороны, то, что красным показано, это пациенты с поддержанием теломеров, у них очень плохой исход. А вот справа это пациенты без поддержания теломеры, очень хороший у них исход, даже вот есть спонтанная регрессия у них, именно вот в этой подгруппе это проявляется. Я подумала, что это важно не только для группы невысокого риска, но и для основной когорты. Тут столько всего на слайде, вам все это читать даже не надо, перегрушенные слайды. Но я немножко его для вас упрощу, потому что слева видите группу красным с поддержанием теломеров положительная опухоль, а слева негативная опухоль без поддержания теломеров. Это выживаемость вот этих пациентов, которые не были в группе высокого риска. Вот эта синяя линия, тут все эти 17 пациентов указаны, они раньше были классифицированы в группу невысокого риска. 17, и это 15% от всех пациентов из группы невысокого риска. Поэтому я думаю, что у нас где-то 15% в первоначальной классификации было поставлено ошибочно, очень большой доверительный интервал. Их надо было поставить в другую группу риска, неважно, как первоначально классифицировать, высокая или невысокая группа риска. Но у них очень плохое было в выживаемости, плохой исход, такой, как у пациентов в группе высокого риска. Если потом посмотреть после этого на мутации, вы видите совершенно другую ситуацию, она другая по сравнению с тем, чем у меня учили в университете. Потому что нам говорили, если найдете активированный раз, потерян один, некоторые активированные киназы, амплификации, это агрессивный рост опухоли. А на самом деле получается, что тут не так, как мы вам сейчас показали. Ведь этого недостаточно для того, чтобы, если у вас есть активированный онкоген, еще нужны теломеразы, потому что мы видим некоторых пациентов, у которых даже больше, чем один метаболический путь затронут. У них очень хорошая выживаемость, это данные по выживаемости. И вот они демонстрируют эти мутации, все равно очень хорошая выживаемость. Это показывает выживаемость во всей когорте, полностью. Синим вы видите, всю когорту справа, а без поддержания теломеров, неважно, есть ли у них мутации или нет, 100% выживаемость. А это не маленькая группа, 99% всех возрастов, всех стадий. Это невысокий риск, потому что мы не видим никакого механизма поддержания теломеров. И красные кривые – это пациенты вот с левой стороны. Если мы видим поддержание теломерной, выживаемость плохая, а вот здесь, если мы видим мутации в одном из этих генов, которые мы анализировали, и это очень сильный маркер по сравнению с обычными клиническими маркерами. Вы видите теломерное поддержание, как комбинация теломера с ERT, вот такое поддержание теломерное. Тут это очень сильный маркер. И также вот эти мутации из панели 17 генов. Но если мы не скажем, что этот список 17 генов завершен, то можете добавить свой самый любимый ген какой-нибудь, потому что есть еще другие гены в этих метаболических путях. Но с чего-то надо начинать, и для начала было хорошо использовать именно эти гены. Вот почему мы предложили такую черно-белую модель. Правда, она зелено-красная скорее, чем черно-белая здесь. Если не видите поддержание теломерного, здесь нигде, ни в каком виде активации теломераза, тут высокий риск опухоли. А если видим активацию поддержания теломерного, это опухоль высокого риска. Если не видим затронутые гены в этих двух метаболических путях, это опухоль очень высокого риска. Но чтобы это обобщить, я все это разделила на категории. Потому что для начала, вот то, что я сказала, если вы видите активацию теломерной, активацию поддержания, это высокий риск нейробластумы. А если ее нет, это поддержание теломерное, то это низкий риск. И второе, я говорила уже об этом, недостаточно иметь эти активированные метаболические пути. Но если есть активации метаболические пути, то это агрессивный рост опухоли получается у вас. И мы действительно видим, что терапия не работает, если вы видите мутации в этих 17 генах. И чтобы обобщить это, могу сказать, что, собственно говоря, это молекулярные основы для медицины. Мы рассмотрим метаболические пути и раз, и по 53. Но нужны новые подходы. Вот почему я добавила сюда еще эти данные. Если вы хотите ингибировать поддержание теломеров, нужно разбить это на два разных механизма. Вы должны решить, хотите вы ингибировать теломеразу как фермент или какие-то альтернативные механизмы теломеров. Здесь показаны данные по АЛТ, оранжевым и таким лиловатым поддержания теломеразы. И если просто посмотреть на теломеразу, это очень сильный маркер неопаденности АЛТ. Но если мы увеличиваем количество в этих когорт, и будет лучше статистическая валидация. Но это не просто, конечно, это перенести уже на клинику, потому что очень много всяких анализов надо скомбинировать. Но я просто хочу сказать, что если вы начнете рассматривать теломеразу, это уже очень хороший маркер. И вы уже выявили этих пациентов, у которых более высокий риск и отрицательного прогноза, выживаемость очень низкая, как вы видите. Вот почему мы стали проверять разные ингибиторы под когорты, чтобы ингибировать теломеразу, чтобы ингибировать теломеры, ферменты. Мы используем различные структуры, мы смотрим на косвоминолюдин, естественный продукт, который изолирует, который выделяется из растений. Вот это вот экспрессия теломеров. Мы видим, что это может вызвать изменения в длине теломеров. И мы видим, что можно подтвердить эти изменения, которые происходят с ферментами, ассоциацией с ДНК. Но мы не включили сюда метастаз в эту презентацию. Мы проверяем просто данные, занимаемся валидацией. И вот это первоначальные, собственно говоря, данные. Мы просто их объединяем. Мы смотрели на группы, которые зависели от теломераза, и те, которые зависели от АЛТ, провели общие анализы, включили. Это качество позитивного контроля. Здесь вы видите, что мы увидели очень большую разницу в 6 ТИК и ДЖ, поэтому мы решили ввести это в модель. Сделали подкожный анализ ксенографтов. И мы очень четко видим здесь вот синее, тут лечение, обработаем сети СДЖ, а здесь ТРТ. И мы видим тут высокая экспрессия опухоли, растут медленнее, если их таким образом лечить. Ну вот так экспрессия проистекает из этой амплификации, но мы не видели тут очень больших различий. Мы подумали, это потому что МИКН – это фактор транскрипции, и, может быть, какие-то альтернативные вещи тут происходят в опухоли. Ну и неудивительно, что АЛТ никак не повлияло на ингибитор. Это очень-очень предварительные данные. Мы проверяем синергетический эффект его, мы объединяем 6 ТИОДГ и химиотерапию, атаксию, другие ингибиторы. И вот красные показаны клетки, здесь уже мертвые клетки. Мы видим нейробластому и видим высокую концентрацию их и рост клеток нейробластомы. А тут как раз мы сопоставляем и видим очень хороший результат, когда мы лечим терапевтически. Красное показывает синергизм, синий – антагонизм. Но когда мы проверяем данные без ингибитора, мы не видим особой синергии. Надо еще проверить эти данные. Но это может потому, что один из этих агентов уже опять… Но если клетки уже мертвые, то никакой синергии вы не можете добавить. Но мы сейчас как раз над всем этим работаем. И я хотела бы поблагодарить очень многих людей, которые внесли свой замечательный вклад в проект по секвенированию. Хочу сказать, что трое людей, которые здесь показаны антивиона, они проводили исследование инвитро. Я пишу данные по инвиво. Феликс, это комбинирование исследований инвиво и инвитро. Я также хочу поблагодарить организацию «Свет», которая пригласила меня на эту конференцию. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Сандра, за замечательную презентацию. У меня один технический вопрос касательно мутации в раз и 53 в метаболических путях. Как вы определяете, насколько патогенная тот или иной ген, высокая патогенность, низкая? И какие из этих мутаций вы считаете релевантными, какие нерелевантными для этого? Очень хорошо, я просто забыла об этом сказать. Обычно я добавляю эту информацию к своему докладу. Мы воспользуемся низковисящими плодами. То есть самые простые вещи сделали. Мы эти мутации показали релевантные, которые опубликованы в других журналах. Они не включали СНБИ никаких вариантов, не добавляли неизвестных. Мы просто проверили в базе данных, это горячие мутации или нет. Это и самые обычные, такие горячие мутации. Раз, позиция 12, так, 61, имплификации, киназы. И мы совершенно не показывали гены супрессии опухоли. Мы воспользуемся низковисящими плодами, как говорится. То есть самое простое сделали. Большое спасибо, Лев. Микрофон, к сожалению, не используется. Переводить невозможно. Буду переводить только ответ, если не будут пользоваться микрофоном. Да, у нас, мы работаем как раз над этим вопросом. У меня есть информация по этому поводу. Мы считаем, что это не из-за очень серьезной гетерогенетности и надо ли делать биопсию. Но даже вот на основании опубликованных данных, это проблема, как найти пограничную АЛТ. Если обычная ткань, мышечная ткань, допустим, кожаная ткань, исследование, вы видите какие-то признаки, которые вы можете интерпретировать иногда как АЛТ-позитивные, АЛТ-положительные. У каждого свое определение положительных, АЛТ-отрицательных результатов. Вот почему мы добавляем еще один слой анализа САП, другой анализ АЛТ, чтобы подтвердить то, что мы ищем, на что мы смотрим. И есть еще другие клетки, которые мы проверяем. Иногда есть такие статистические выбросы, иногда мы параллельно исследуем эти механизмы. Но иногда вот эти пересечения возникают. Это связано с определением проблемы. Какая тут граница, когда мы говорим о АЛТ-положительной в срезе. Ну, то есть нужно определить, сколько вам нужно клеток для этого анализа. Просто нет очень четких сигналов АЛТ повсюду, которые были бы как-то коррелированы с активностью теломераз. То есть не так они сильно выражены, когда параллельно смотрим. Иногда вот такие нахлесты, так сказать, происходят. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Прежде всего, вопросы. Первый вопрос. У вас была очень большая когорта процентов. ДПРС, ДПНХ. Вот эти пациенты, они откуда? Ну, то есть клиническое испытание. Там другой клиницист работал в начале тема. Но это был конец 2004 года, когда они начались. А возраст Кейфор из чисто клинической точки зрения. А с моей точки зрения, это очень хороший инструмент рассматривать пациентов с высокой степенью риска. Мы уже тогда видим вот эту группу высокого риска и смотрим на них отдельно. Ну, вот хорошо. Группа пациентов высокого риска. Эти пациенты, которые являются группой высокого риска по клиническим стандартам, может быть, по шкале. Мы смотрим риск, и мы вот смотрим, да, мы выделили эту группу высокого риска, да, они уже есть. Хорошо. И вот эта когорта, там другая терапия. И есть значительные различия между ФС и АС. Может быть, есть пациенты рецидивирующие, которые все еще живы. Ну, и бывает иногда, что терапия может оказаться даже более эффективной у пациентов высокого риска, резистентных. Может быть, таксимат, может быть, что-то еще. Вот, как вы думаете, нет большого различия в терапии. Я не клиницист, я не могу вам точно сказать. Я не знаю всех этих данных. Ну, не так много различий в терапевтическом подходе этих пациентов. Но я согласна, конечно, надо иметь результаты перспективного исследования. И мы смотрим в терапии, без терапии рецидивирующие пациенты в этой группе. Ну, иногда можно сказать, что мы можем снизить объем терапевтического вмешательства. Это правильно. Пациенты получают эту терапию, и, может, поэтому у них благоприятнее исход. Но я также считаю, что у некоторых пациентов, если вы видите эти мутации, у них плохой исход, потому что терапевтическое вмешательство не достигло своей цели. Но при этом мы также видим пациентов с активацией поддержания теломеров, которые демонстрируют лучший результат. И кривая показывает, что выживаемость не такая плохая для них. Может быть, как раз эта таргетированная терапия, она улучшает исход. Но нужны перспективные исследования. Вы правы. И нельзя однозначно сказать, что этим пациентам не нужна терапия. Она может улучшить исход. К сожалению, микрофон сейчас не используется. Вот сейчас новые исследования. Новые исследования у нас, нового дизайна. Мы будем как раз все эти вещи рассматривать. Мы будем смотреть на поддержание теломеров у всех пациентов. И новое исследование будет рандомизировать результаты между немецкими. Этим исследованием будет четырехсторонное исследование. Также мы будем рассматривать разных пациентов, будем смотреть на разные дозы. И мы знаем с точки зрения исследований у пациентов группы высокого риска, мы будем анализировать эти данные уже перспективным образом. И мы таким образом ответим наш вопрос, может, с годами в будущем. Прекрасный вопрос. Спасибо. Еще один комментарий по поводу этой разницы между ЭФС и ОФС. Может, очень разница будет большая. Очень интересно. Надо проанализировать, как терапевтическое вмешательство может повлиять на, допустим, на рецидивы, на безрецидивную выживаемость, на бессобытийную выживаемость. Ну, собственно, мы рассматривали разные варианты. Я полагаю, что иногда клиницисты говорят о хороших событиях, благоприятных событиях. Мы видим много хороших событий даже. И мы смотрим на бессобытийную выживаемость. Может, это не совсем релевантно, когда мы ведем речь о поддержании теломеразы. Но иногда, собственно говоря, если теломеры слишком короткие, то мы видим больше событий, и система это как бы обрушивается. Это уже базовая биология. Мы все еще видим рост опухоли, потому что еще до того, как теломеры уже совсем укоротятся, может быть, это связано с этим типом хороших событий, которые мы обсуждаем. Но, с другой стороны, если у пациентов рецидив, мы начинаем антирецидивную терапию, ну, а потом есть опять рецидив и так далее. Но если произошло событие, может быть, где-то это еще за 5 лет до того, как ребенок умрет. И терапия для рецидивов, она другая, она очень интенсивная. Есть разные источники терапии, но в конечном итоге, если подождать, мы посмотрим, как будет развиваться событие. Я имею в виду и бессобытийную выживаемость, и безрецидивную выживаемость. Вы знаете, очень много проблем, конечно, существует, связанных с размером опухолей. Если посмотреть на поддержание теломеров и другие опухоли, опухоли мозга, где нет пространства практически, опухоли не показывают поддержание теломеров, а пациенты все равно умирают, просто потому что даже до того, как у опухоли будет возможность, так сказать, регрессировать, ну вот как нейропластомы, нет такой большой разницы между разными опухолями и частными опухолями мозга, потому что уже очень значительное повреждение, прежде чем она сможет вообще когда регрессировать. Большое спасибо, надо нам продолжать. Спасибо.